Всем привет! Я Алина и вы на канале Алина Смайл. И сегодня я, Мич с моей мамой. Всем привет, ребята! Будем снимать пятую часть потерянных посылок. Обалдеть! Уже не верится. Целую пятую часть. Юбилейную. Ребята, ну а перед началом этого видео нам было бы очень приятно, если бы вы поддержали эту рубрику лайком, подпиской и нажали на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на канале у Алины. Ну и, конечно же, я хочу передать привет моим самым активным подписчикам. Спасибо, что вы смотрите меня, лайкаете и пишите просто кучу отличных комментариев. Я вас всех очень люблю и ценю. А если именно ты хочешь попасть в мое новое видео, то обязательно пиши как можно больше комментариев. И, возможно, я тебя замечу и добавлю в мой новый ролик. Алин, ну что, давай на камень-ножницы-бумага. Кто побеждает, тот первый открывает. Ну, хорошо. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Я первая. Одну прошлый раз Алина выиграла. Я хочу выбрать какую-нибудь вот такую посылочку. Тяжелая? Нет, не тяжелая. Там какие-то трубочки чувствуются. За столько частей распаковывания посылок уже вы научены опытом, что если тяжелая, не значит полезная. А, ну я же говорила, трубки какие-то. Это шланг, Алина. Лейка для душа. Ой, и это что это? Алина, не могу сказать, что это не полезная посылка. Уплотнитель. Алина тебе пригодится. А это резиновый самоклеющийся уплотнитель. Ну, вот такие хозяйственные посылки. Ну, кстати, такой модненький. Неплохое начало, Алина, так тебе скажу. Ну, да. Так. Ну что, выбирай тогда ты. Я хочу выбрать что-нибудь мягенькое и крупное. Я вот это хочу. Вот это? Прямо на уголке. Алина, когда выбирает что-то мягкое, постоянно думает, что там будет игрушка. Здесь должна быть игрушка, я уверена. Последний раз, когда там было мягкое, Алине попалось полотенце. Ребята, если вы не смотрели первые части потерянных посылок, ссылку мы оставим в описании на ролике. Обязательно зайдите, посмотрите. Там такие необычные товары нам попадаются. А что, Алина готова? Что там мягенькое? Беленькое, пушистенькое. Игрушка! Это игрушка, ребята! Мама, я же тебе говорила! Мама, какой милый зайчик! Зайчик! Посмотрите, даже щечки такие розовенькие, как будто бы румяные. Смотрите, какие ушки! И здесь даже крючок есть. Прикольно! Очень классный зайчик! У Алины лучшая посылочка. Ладно, не расстраиваемся и ищем дальше что-то совсем легкое. Давай, выбирай для меня. Я прям тебе доверяю. Вот это? Не знаю, давай вот это попробуем. Стоп! Или может быть маленькую обратно еще? Мне обычно на маленькие везет. У меня какие-то драгоценные посылочки попадаются. А Алине маленькие не очень, да, везет? Да. Мне больше с больших не везет. Сейчас проверим. Вот что-то здесь очень качественно упаковано. Будем надеяться, если так качественно упаковано, значит что-то там ценное. Ого! Алина, помнишь в прошлой части там какой-то маленький попыт был завернут просто в сто пятьсот пупырок, каких-то там бумажек. Я думала там что-то стеклянное, что-то такое ценное. О, мама, стоп! А здесь что-то стеклянное. Точно. Мне кажется, это какой-то предмет, который можно поставить сюда на полочку. Предмет интерьера? Да. Уже мне не терпится посмотреть, потому что здесь миллион упаковок. Надеюсь, там ничего не разбито, и все качественно. И на посылке не было, что оно крупное указано. Обычно, когда какие-то хрупкие посылки, на них такие, либо клеющийся скотч, и написано хрупкое, осторожно хрупкое. В первой части нам какие-то ножи нам попались, и там было написано осторожно, острое. Посмотрите, это слоник. И такая краска, как будто бы трещины. Да, красивый очень. Я люблю такие лаконичные предметы интерьера, которые не яркие, а там черно-белые, какие-нибудь такие стильные. Не цветные. Классный слоник. Да, Алина, твоя очередь. Я хочу открыть. Ну, давай ты мне теперь поможешь. Ну, давай. Ты обычно любишь большие, давай большую. Вот эту? Да. Давай. В первых частях Алина всегда начинала распаковку сам из больших коробок. Давай, я тебе помогу. Не терпится посмотреть, что там. Большое. Ой, какая-то колонны какие-то нарисованы. Полотенце. Это что-то махровое. Похоже на полотенце. Нам попадалось как-то полотенчик. Оно такое обычное, кухонное или там лицевое. Да, маленькое. А здесь прям такая коробочка. Ой! Сейчас мои ногти покинут чат. Вау! Greek Collection! Вау! Алина! Тебе повезло. Дорого, маловато. Будем распаковывать. Посмотрим, что это. Давай посмотрим. Мне очень интересно. Может, это халат какой-нибудь? Какой она мягкая. Доставай, доставай, доставай. А, нет, Алина, это все-таки полотенчик. Мам, так оно не одно. Да, оно не одно. Там, походу, их штук четыре. Да? Если я не ошибаюсь. Нет, это одно большое. Ребята, посмотрите, какое оно огромное. Огроменное просто. Просто занавес. И одно банное, а одно поменьше. Или лицевое, или для рук. Ну, Алина, суперское вообще. Да, вообще бомба. Я тебя выбрала, заметь. Хорошую посылку. Да. Давай вот сюда отложим. Мама, а можно я теперь тебе выберу? Ну, давай. Сегодня у нас прям Алина для меня выбирает, я для Алины. Выбирай. Я хочу, чтобы ты открыла вот эту посылку. Вот эту? Да. Тоже легкая. Что-то сегодня легкие посылки. Помнишь, Алина, нашу самую тяжелую посылку? Это была книга. Книга в первой части. Дом Романовых. В самой первой части. Садовод-огородник в деле. Понятно. Алина, наши клумбы на гостинице будут украшать теперь щома джести. Вот такие саженцы цветов. Щома джести? Это для меня, раз я уже для тебя выбрала. Давай вот такую. Что-то там такой звук металлическо-пластиковый. Металлический какой-то звук. Как будто бы кухонные поварешки какие-то. По-моему, я прогадала для тебя. Что-то цветное. Это формочки. Посмотрите, форма для салата. Это квадрат и такая крышка. Знаете, как подают, например, в ресторанах в таких формах? Не просто там вот так салат наложен, а в каких-то красивых формах. Или круглые, или квадратные. А это что? Это силиконовый коврик. Для выпечки. Полезная вещь. Очень полезная. Алина-поварина. Что ты нам испечешь сегодня? Печеньки. Неплохо. Теперь я выбираю. Я выбираю. Спасибо. Я тебе следующую посылочку какую-нибудь выберу. Не, я не хочу, чтобы ты мне выбирал. Одна... Алина, видите, как заговорила сразу. Посылка одна легче другой. По-моему, здесь ничего нет. Здесь какая-то инструкция как будто бы. Алина вечно говорит, что инструкция. Инструкция не может быть без ничего. Ой-ой-ой, это что? Браул Старс! Воздушный шар. Это, наверное, фольгированные. Здесь их два. Кто-то заказал кого-то поздравить. Понятно. У Алины не скоро день рождения, у меня тоже, вообще у всей нашей семьи день рождения летом. Поэтому шарики на ближайшее время нам не пригодятся. Но у папы в мае день рождения. Папе подарим шарики Браул Старс. Браул Старс! Алина, выбирай. Я не знаю, что будет. Давай, давай. Нету ничего мягенького. Мягенького? Нет, Алина, сегодня ничего мягкого. Эх. Выбирай. Вот эту хочу. Квадратную? Сыпучую? Гремучую? Взрывучую. Нет, взрывучую нам не надо. Фломастеры! Фломастеры? 30 штук. Точно, Алина, откуда ты узнала, что это фломастеры? Ну вот, я вот это увидела, да. Это здесь вот так написано. Ой, аккуратно, мы ее сейчас вообще разорвем. Аккуратно. Не, мы ее не разорвем. Я знаю такие. Алина все знает. Набор цветных фломастеров. Можно вот так вот носить, как сумку. А можно вот так поднять и просто убрать. Фломастеры лишними в нашей семье точно не бывают. У нас Ника так любит рисовать. У нее 100-500 рисунков за день. Фломастеры это отличная посылочка. Да. Алина прям на детской, вы видите как? Магнитом ее тянет. А ну-ка, Алина, сделай мне вот так, взрослая. Давай проверим, что есть способности. Право вот так вот? Ну давай вот это вот. Нет, стой. Ну давай попробуем. Ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, Алина смогла определить, детские там товары или нет. Ну для тебя, в принципе, подойдет. Это такой универсальный бомбочка для ванны с маслом, кокоса и экстрактом морских водорослей. Я люблю принимать ванны. Люблю, когда много соли для ванны, пены, и чтобы все пахло. И вообще люблю вот такие всякие спа-процедуры. Здесь их несколько. Там клубника. Они прям пахнут. Ребят, жалко, что камера не передает запах. Посмотрите, какие прикольные. Ой, а клубника как пахнет. Прям пахнет, да, клубника из пакета? Класс. Такой пакетик. Что, она там раскрошилась? Да, она сыпется. Алина, ну будем считать, что ты справилась с задачей. Ну, в принципе, да. Теперь чья очередь? Я выбираю? Нет, я выбираю. Ты выбираешь? Выбирай. Вот эту хочу. Я думаю, здесь это детская будет. Тубус? Тубус. Надеюсь, там что-то детская будет. Бинокль. Да вроде не крутится ничего. Не крутится. Сейчас. Так сложно открывается, да, все? Мы победим эту упаковку. Что-то такое. Фольга какая-то. Может, это рулон фольги? Мама. Вытаскивай. Ты видишь этот знак? Если то, о чем я думаю, то это опасненько. Ребята! Это то, о чем я думаю. Здесь нарисованы пневмохлопушка, нарисованы доллары. Это денежная хлопушка. Бомбанем, Алин? Нет, мам, я боюсь, пожалуйста, не надо. Ну, давай. Давай лучше на улице взорвем потом. Ну, давайте, может быть, в конце ролика я Алину уговорю. Вы слышите, сколько там? Да мама, блин. Там наполнителя прям много. Там такой звук прям. Ребята, а давайте мы снимем в инстаграм, как мы хлопаем эту хлопушку. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Вот здесь будут наши инсты. Может быть, если я Алину уговорю, мы попахнем в конце ролика. А если не уговорю, то переходите в инстаграм. Там мы точно хлопнем. Да? Да. Так, моя очередь. Твоя. Давай я тебе хочу. Давай. Вот это. Там как будто бы ничего не было. Почему такое люка? Стоп. Нет, я вот это вот. Вот это? Хорошо. Ой, здесь прям такое тяжеленькое что-то. Красное. Металлическое. Конфеты какие-то. На прошлый раз печеньки попадались. Обалдеть. Спасибо. Челима, Алина. Мама, давай я тебе хлопушка денежная, а ты мне вот это вот. Предлагай, предлагай. Что это там? Давай мы посмотрим, что здесь. Здесь милая. Ребята, мы если... Вы видели, у нас была распаковка Дольче Милка. Мы ходили в магазине и покупали все подарочные наборы. Я такого вообще не видела. Класс. Там такого не было. Видимо это набило. Алина, помнишь, как мы покупали? Да, мороженое. Антисептики и блеск. Блеск как у тебя. Да, кстати, я его на видео всегда мажу. Алина модная такая. Она вообще так тащится по наведению красоты. Макияж, там стрелки. Всю мою косметику уже испортила. Ну спасибо, Алина. Мама, это мыло, которое я откусила. Классный подарочек такой попался вообще. Да, Алина такое с банана мыло откусила, а потом убегала мыть рот, потому что вкус мыла был до конца вечера. Ой, Алина, давай я тебя выберу. Мам, ну давай, пожалуйста, поменяем. Я тебе дам хлопушку. На хлопушку? Ну да, что же. Ну давай посмотрим, какие еще посылочки будут. Если что-то мне понравится, мы поменяемся. Ну ладно. Класс вообще, Алина. У нас что-то в посылках попадается классное. Давай, теперь я тебе выбираю. Давай большую. Ну давай. Ну давай, Алина такая, ну давай. Надеюсь, там что-то классное будет. Опа, бантик. Две пачки кофе. Мама, это кофе. Согласна? Плюс чашка в подарок. Мы прочитали уже. Сейчас посмотрим. Мам, у нас обмен. Смотрите как. Мама кофе очень любит. Я люблю кофе, Алина любит Dolce Milk. Ну ладно, трейд совершен. Меняемся Алине Dolce Milk, а я забираю кофе. И мое утро будет теперь начинаться с чашечки кофе в новой кружечке. Удачный подарочек. Смотрите, здесь, по идее, за вот этой упаковкой кофе должна быть еще одна. Потому что здесь написано две пачки кофе плюс кружка. Крутяк. Слушай, сегодня вообще классная распаковка. Классно ты мне выбрала для себя. А ты для себя. Ну давай, кто теперь выбирает? Что-то я запуталась. Я запуталась. Мы для друг друга выбираем? Давай вот эту. Ой, какая она тяжелая. Еще одна книга. У нас уже скоро после потерянных посылок придется библиотеку сделать. Это опять книга, скорее всего, какая-то. Это очень тяжело. Может быть, кулинарная? Нам столько всего кулинарного, Алин, попало, что нам теперь не хватает только кулинарной книги. Мама, а помнишь, в четвертой части у нас была книга с шашлыками? С шашлыком, да. О, да. И мы потом не выдержали, поехали за мясом и уговорили папу пожарить нам шашлык. А потом на следующий день мы даже шашлычок ели. Это надо вспомнить мою работу. Это бумага. Бумага. Для Ники это пригодится. Кто не знал, я работала бухгалтером. И бумага была моя самая частая покупка. Потому что принтер у меня просто не останавливался. Ну, к полезным посылкам относится, Алин, зачет. Вот сюда откладываем, Алин, выбирай. Или я тебя выбираю? Я запуталась. Да, ты для меня выбирала? Давай вот такую. Какая-то посылка не такая, как все. Что-то странное, давай. Алин, давай, чтобы было интересно, ты отвернешься. Давай. Давай. А я пока распакую. Как ты думаешь, тебе понравится? Нет. Давай проверим. Давай, раз, два, три. Что это? Что-то за Total One. Какая-то зубная паста, что ли? Зубная паста. Мягкие контактные линзы. Алина была права. Посылочка не понадобится. Алине, слава богу. Ну, давай я отыграюсь и что-нибудь... А, подожди, это я тебе же. Да. Ну, теперь ты мне. Все, давай вот это. Вот это? Да. Ну, такая, тяжеленькая по сравнению с теми, которые мы открыли. А давай ты теперь отвернешься. Распакуй. Ну, вот так вот сделаем и пояс. Разрежу, не буду смотреть. Алина не молчит. Мне понравится или нет? Вообще без понятия. В смысле, ты не знаешь, что это? Да. Страшно. Раз, два, три. В упаковке упаковка. Ну, ладно, это уже неплохое начало. Вот, потому что упаковки мне вот такие очень нравятся. О, что это? Обалдеть. Ребята. Буду подольше молчать буду. Столько блесток. Что это такое? Дорого-богато прямо. Жалко, там ничего нет. Шкатулка. Ну, у нас есть что туда положить? Сережки. Классно я тебя выбрал. Да, Алина, если честно, выбирает лучше посылки, чем я. Я это признаю. Ой, мам, ну давай. Самую легкую? Давай вот эту. Самую большую из того, что у нас осталось. Да. Она... Почему они такие легкие? Вот такие вот маленькие пакетики тяжелее, чем вот такие вот огромные. Что-то детское. Вот как вы думаете, это детское или нет? Принт детский. Ну, мне кажется, там какая-то косметика. Я не знаю почему, но хотя бы косметика была бы тяжелее. Я уже увидела. Я угадала. Это детское. Детское? Это Лол. Сейчас посмотрим, что это. Специальный выпуск написано. Это нравится мне уже. Мне куськи понравятся. Когда был тренд на Лол, у Алины было столько их. И чемодан Лол, и капсулы, и чего только не было. Даже пазлы были Лол. Да. Ребята, напишите в комментариях, вы коллекционировали Лол, когда был тренд на них. Набор состоит из коробки с 12 окошками. Новый день – это новое окошко. Это типа адвент календаря, что ли? Ну, да. Кольца две штуки, браслеты, резинки для волос, наклейки, значки, заколка для волос. Я уже представляю, какие там будут колечки. Я знаю, чем этим вечером будет заниматься Алина и Ника. Вот так их надо, видимо, выдавливать. Распакуйте. Ребята, подписывайтесь на Инстаграм. Мы выставим, что там попалось нам. Да? Да. Что следующее? Давай самое маленькое. Самое маленькое? Ну, давай. Вот такое. Оно, кстати, такое тяжелое. Прямо. Не монета? Алине две монеты за время распаковок попались. О, это что? Это драгоценности в нашу шкатулку. Это гранат. Смотри. Из бисера какого-то. Это брошь ручной работы. Какая красивая. Можно одеть черное однотонное платье и прицепить гранат. И получится такой образ дорого-богато. Мне очень нравится сочетание красного и черного. Мы сейчас даже сделаем вот так. Посмотрите, как красиво красное. Красный вот этот бисер смотрится на черном бархате. Очень красиво. И шкатулочка пригодилась. Я хочу вот эту вот. Давай. Такая средненькая. И не легкая, и не тяжелая. Отвернись, я тебе скажу. Можешь поворачиваться. Хозяйственные посылки чек. Это прищепки. Но прищепки тоже пригодятся. Только не мне. Будет затеянная большая стирка. Хорошие прищепки. Необычные такие. Мне не нужна большая стирка. Ну ладно. В хозяйстве все пригодится. Так что не будем жаловаться. Хорошая посылка. Осталось у нас три. Алин, я вот эту выбираю. Выбирай для себя. Я вот эту хочу. Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз коллагеновые. Смотрите, первый раз такие вижу. Обычно патчи либо в индивидуальной упаковке, либо в таких баночках. Прикольные. Чего? Профигин экстра. Что? Что? Антибубнин. Антибубнин. Алина, это тебе надо. Когда ты делаешь уроки, Алине просто необходим антибубнин. Пофигин экстра. Это жевательная резинка. Прикол, Алина. Посмотрите, что здесь написано. Повышает харизму, успокаивает окружающих, когда пора просто замолчать. Очень странно. А здесь что написано? Пофигин экстра. Просто забей. Активирует состояние все до фени. Хранить в тихом, спокойном месте. Полезные посылки. Алина, ты что себе выбираешь? Я не тогда хоть и не видела. Но я возьму антибубнин. Мне пригодится. Ну, а мне тогда стоит пофигин экстра. Ребята, вы бы что выбрали? Пофигин экстра или антибубнин? Пишите в комментариях, что для вас актуально. Алина, у нас осталась последняя посылка. Я теперь раскрываю. Давай, твои ставки детская или нет? Нет. Давай, проверим. Почему такие легкие посылки сегодня? Ты заметила, у нас ни одного пупыта не попало? Да. Это что-то в продолжении куколол. Ника, обожай такие. Семь деталей. Сейчас я открою, ребята, и прочитаем. Ой. Хорошо упакована. Это, по-моему, раскраска там, где есть еще наклейки в конце. Маленькая для раскраски, по размеру, по крайней мере. Ой, что-то здесь все слиплось. Давай прочитаем, Алина. Собери спальню неон кьютэ. Это что значит? Неон кьютэ. Это так кукла называется или серия? Скорее всего. Семь деталей из пенокартона без клея и ножниц. Прикольно. А, смотри, просто выдавливаешь и собираете комнатку. Это самый кайф. Прикольно. И должно у вас получиться вот такая, как 3D-комнатка. И вот сюда еще вставляете этих куколок. Смотрите, она двухсторонняя. Необычная. Никогда такое не видела. Я, честно, тоже. Супер. Алина, ну что, наша распаковка подошла к концу. Сегодня мега необычные посылки. Тебе что из всей распаковки больше всего понравилось? Скорее всего, антибубнин экстра и дольче милк. Мне тоже понравился дольче милк и еще брошь гранат. Это вообще такая красота. А кофе. А мы забыли. Давай хлопни. Да нет, мама, ну пожалуйста. Раз, два, три. Да, мама, не надо. Ну ладно. А то мы сейчас папу запылем. Алина, прими пофигин экстра и хлопнем. Мам, ну пожалуйста. Ребята, если эта таблетка подействует, то в инстаграме ждите продолжения. Ну а наше видео подошло к концу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы вас очень сильно любим. Встретимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.